И наша программа называется «Ужин для чемпионов. Абсолютно не зря». Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек. Человек, который реализовал свою мечту. Представляю нашего чемпиона в прямом смысле слова. Это спортсменка, как я уже говорил, чемпионка, сенатор и, наконец, просто красавица Светлана Журова. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. И тема нашего разговора «Спорт и политика. Ступени на пути к успеху». При этом мне еще очень интересно узнать, как Светлане удается сочетать такие роли, как роль матери, жены, женщины. И вообще женщины, которая занимает активную социальную позицию в жизни, работая членом Совета Федерации. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 и 6. Код города 495. Задавать свои вопросы нашей гости, высказывать свое мнение. Может быть, будут какие-то комментарии. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm Светлана, у вас очень много написано, вот тут у меня в руках ваша биография, аж на трех страничках, мелким-мелким шрифтом. Здесь очень много всего. И я думаю, что было бы неправильно, если бы я сам что-то такое выбирал из этого и что-то такое рассказывал. Я прошу вас рассказать само о себе, то, что вы считаете самым важным, самым нужным и самым интересным. Ну, что может быть интересно для наших слушателей? А мы начнем с анонса по поводу того, что как все получается? Или мы этот вопрос оставляем на следующее, то есть там под конец уже. Как все получается? Да, насчет совмещения. Об этом мы поговорим, о совмещении, конечно. Ну, о себе, ну, знаете, наверное, столько много сказано и, правда, написано, и мне кажется, что уже столько было разнообразных эфиров, и многие люди очень знают, и, может быть, о успехах и неуспехах, и о том, что происходило в моей жизни. Да, я родилась в поселке Павлова на Неве, Ленинградской области, и, как я говорю, что вчера буквально разговаривала с замечательным человеком, профессором Санкт-Петербургского университета. Говорила, правда, лекция касалась мозга нашего и очень интересных процессов, которые в нем происходят вообще на самом деле, но мы стали разговаривать, и вот я просто сказала о том, что как важно... Она говорит, а вот как вот ребенок, вот как отобрать, вот как вы думаете, вот что нужно там обратить внимание? Я сказала, надо обратить на то, как ребенок относится к тому, что он делает. То есть он делает с огромной страстью, с любовью, с вот таким вот совершенно не просто фанатизмом глупым таким, да, когда вот с утра до вечера там, то есть вот... Все-таки там в меру должно быть все, но нужно именно совершенно восхищаться тем, что ты вот двигаешься, что ты вот это делаешь. Не просто от тренировок, потому что, знаете, вот бывают фанаты, которые себя загоняют в конце концов. Вот я такой никогда не была, да, вот им надо иметь в виду. Что я не была ребенком, который, например, там бегал со штангой по стадиону, как некоторые наши мальчики умудрялись это делать. Потом было огромное количество всех травм уже с детства, то есть вот все хотели там вот как-то... Я не сказала бы, но сам процесс, да, вот само движение, само техническое исполнение, вот скорость, вот это мне доставляло огромное удовольствие. И вот я, анализируя ситуацию вот в мире, кто в моем виде спорта добился успеха, все-таки это именно те люди, которые вот были страстно влюблены в свой вид спорта. Вы будем отвечать на мой вопрос следующий, я хотел спросить, а что вот важно, да, это важно, как я понимаю, влюбленность, да, то есть вот, ну, какое-то внутреннее состояние души. Очарование, влюбленность, страсть, вот это вот все, наверное, должно быть, оно там может быть разными этапами, понятно, должен быть труд, да, это, несомненно, талант, это понятно. Но человек может быть талантливый, человек может быть очень трудолюбивый, но если вот у него нет вот этого изнутри ощущения, то вопрос, да, то есть вот именно к этому виду, может быть, надо другим заниматься, и может быть, именно там будет все то же самое при том же таланте, при том же уровне трудолюбия, да, но вот он должен полюбить именно это, вот именно этот вид спорта. То есть драйв, так говоря. Да, драйв, азарт, вы знаете, кстати, это тоже еще второй момент, что нужно в спорте, но это же больше в спорте высших достижений все-таки, того, что зачастую нет у наших спортсменов, да, и поймать вот этот вот кураж, я его называю, не всем всегда удается, даже я не всегда его умудрялась поймать. Но это очень важно, вот чем, кстати, отличаемся мы иногда от американцев, выходишь, он такой вроде балбес, да, ой, тут руками машет, зрителями разговаривает, но он умеет заводить себя, и их вот учат общаться с публикой, несмотря там, да, вроде серьезные соревнования там, да, олимпийские игры, а человек заводит толпу и заводит себя. То есть шоу такое, да. Да, у нас вот считается, что это, значит, несерьезный какой-то балбес точно, там ничего у него не получится, да, или у нее, но вот мы должны быть вещь в себе, там, серьезно настроенной. Иногда вот этот перенастрой и убивает вообще сам смысл, да, то есть... Ну, все, вот сейчас были последние олимпийские игры в Лондоне, я много смотрел разных соревнований, и в частности... На болта особенно. А? Особенно на болта посмотреть. Нет, я смотрел на наших российских спортсменов, и меня, например, удивило, что, например, пловцы наши, они вполне даже вот такие шоумены, потому что они выходят, публику приветствуют руками, машут, и классные улыбаются, и все, и все супер. Мне кажется, Саша Попов у нас был такой достаточно, тоже шоумены, и он... Да, то есть все-таки сдвиг есть в этом. Я надеюсь, что да, потому что вот, и знаете, когда там тоже зрители тоже должны понимать, что это нормально, ничего тут нет, может быть, кому-то это не подходит, и каким-то спортсменам, правда, надо концентрироваться, и там другого для него не существует. Но иногда, ну, все-таки в большинстве это должно быть, вот это же зрелище, то есть спорт это зрелище, это обоюдно для зрителей и для спортсменов, и поэтому оно уже превращается все больше и больше в зрелище, но это не значит, надо как футболисты себя вести, да, то есть надо тоже понимать, да, грань должна где-то быть между... Это все-таки шоу, да, ведь в основе спорта лежал отказ от войны в Древней Греции и выяснение, скажем так, отношений на беговой дорожке, приметания копья и так далее, вместо того, чтобы стрелять друг в друга. Но в любом случае это шоу, а это рассчитано на это. Так поэтому возвращаясь, опять же, к древности не буду возвращаться, конечно, вернусь к своему месту рождения и городу, откуда я вышла. Правда, вышла из маленького города и первоначально, конечно, я не собиралась быть, наверное, конкобежкой, я хотела там фигурным катанием больше заниматься, но не было у меня там секции фигурного катания. Даже художественной гимнастикой. И занималась художественной гимнастикой, да, потому что как-то вот мне тоже это нравилось, я была такая очень девочка худенькая, стройная, высокая. И, в принципе, меня отобрали, но там не сложилось у меня с художественной гимнастикой, потому что коньки я любила больше, да, то есть надо все равно понимать, что вот как-то мне это все нравилось. Но художественная гимнастика дала мне амплитуду, дала вот красоту движения, потому что, в принципе, технику, которую я демонстрировала на льду, она была такая достаточно все-таки красивая для, как я бежала, то есть все равно все отмечали. Потому что формы были длинные, ноги, отталкивание красивое, то есть это, в принципе, тоже, да, эстетика вопрос такой в конькобежном спорте, но, наверное, тоже немаловажно. Поэтому это вот художественная гимнастика мне дала, и я вообще считаю, что, да, вот если мне кто-то скажет, что спорт это не творчество, даже конькобежный спорт или легкая атлетика, знаете, поспорю, потому что тренировочный процесс это ежесекундное творчество, это поиск новых подходов, начиная от элементарного какого-то, вроде часто повторяющегося одного и того же движения, но когда ты это делаешь, это целый творческий процесс, это целый творческий процесс, потому что каждый же находит для себя то движение, которое вроде все делают одинаково. Но потом еще же тактика существует, на каком-то участке побыстрее, на каком-то поменьше. Это уж там проходят такие процессы, тут уж, можно сказать, каждый шаг рассчитан. Поэтому вот я и в маленьком городе выбрала все-таки конькобежный спорт, потому что у нас была хорошая школа конькобежного спорта и художественной гимнастики, в принципе, больше ничего особо так и не было. Вот. И был очень хороший тренер, который после института как раз закончил, набрал три группы детей, он был мастер спорта международного класса, и вот как-то у него сложилось, что из трех группов 8 человек у нас попали в училище Олимпийского резерва, из деревни практически, да, из маленького города, 20-тысячного, где вот так концентрированно оказалась такая любовь к конькобежному спорту, причем у нас дорожка была всего 333 метра, а не стандартная там 400, и мы смогли вот подготовиться, и я в 13 лет, правда, понятно, как бывает это у талантливых детей, наверное, там в какой-то степени это может быть правильно, я переехала уже в Петербург, тогда Ленинград, и уже начала тренироваться в училище Олимпийского резерва, тогда это называлось интернаты. Это я помню. 16 лет, я бы выступала бы наравне, наверное, со всеми даже на уровне чемпионата России по легкой атлетике, вот, и это позволило мне попасть сразу в основной состав, потому что я, ну, в 16 лет показывала результаты в беге, в прыжках на уровне людей, которые были старше меня на 10 лет, поэтому вот так было. Светлана, у нас есть вопрос с сайта, Ольга спрашивает, Светлана, вы никогда не хотели стать тренером, а не политиком? Ну, вот знаете, я сегодня тоже ехала с Пскова очень долго, с замечательного форума школьных библиотекарей, ехала еще с одним профессором петербургским, и как раз на этот вопрос ему отвечала. Дело в том, что вот каждому свою, это первое, я по своей сути педагог, но педагог не тренер, а педагог классический, или школьный, или университетский. Но у вас же диплом все-таки тренерский. Нет, у меня диплом педагог высшей школы. Педагог высшей школы, да, да, да. Это преподаватель высшего учебного заведения. Я писала магистрскую диссертацию, начинала писать кандидатскую, я больше такой, знаете, науковед, я больше педагог именно академический, вот на аудиторию, то есть, почему политика? Потому что, опять же, аудитория, это общение с студентами, передача каких-то своих знаний, вот это мне было ближе с самого начала. Я в 13 лет уже в школе заменяла учителей по биологии и математике в школе, преподавая классам, которые на 2-3 года меня были младше. То есть, это было мне 13. То есть, я была потенциальным учителем, но не очень тренером. Потому что тут есть нюанс. Ведь заметьте, что олимпийских чемпионов, известных великих тренеров, очень мало. Их можно, вот в моем виде спорта, их был, олимпийских не было вообще, то есть, надо понять, да? Это вообще редкость. Это редкость. А, был, был, Гришин. Один единственный, кто был. Только в коньках, в других видах спорта то же самое. Во-первых, уровень амбиции очень высокий. Во-вторых, кем ты будешь? Вот ты закончил, ты куда должен идти? В сборную команду России? И тренировать тех, кем ты вчера только сам выступал. И получается... Ну, здесь же может быть разрыв. Какой разрыв? В чем? В детей пойти тренировать невозможно. Вы смотрите, но ведь вы можете работать с какой-то командой, а потом прийти в сборную, когда люди, с которыми вы занимались спортом в свое время, они уже ушли, а пришли более молодые. А вы как бы вот, ну, с опытом... Ну, опять же, хорошо, с какой командой? Если это юниорская команда, опыт, который ты уже имеешь на уровне сборной, у тебя слишком выше, чем юниорская. Те знания и компетенции, они выше. Если с детьми, ты уже забыл, как детей тренировать, еще неизвестно, полечишь ты их или покалечишь. Не считая артистических видов, потому что там немножко другая история. Там разница между топовыми спортсменами и, может быть, этим, она там более, да, потому что у нас тренировки, объемы там и так далее, они разные детей и взрослых. То все-таки творческий подход, когда элементы красивые и так далее, там вот эта грань, она более стерта. Поэтому, например, там мы видим, что гимнастки или синхронницы, девчонки, заканчивая, спокойно становятся и детскими тренерами в втором числе, как, например, Ольга Брусникина, да, для нее проблем это не составило. А вот, или там в борьбе тоже, наверное, тоже это не так. А у нас все-таки... В фигурном катании. В фигурном катании, да. У нас все-таки эта грань, она достаточно серьезная, и поэтому вот не так получается. И потом, знаете, для женщины, вот когда еще ответ, да, второй вопрос. Как 25 лет ты был посвящен спортивной карьере, и женщине еще раз отдать еще там 25, там 30, 40 лет еще в своей жизни в виду спорта, который не на месте, да, то есть надо понимать, конькобежный спорт – это не сидеть на месте в гимнастическом зале. Это езда по всей стране, где сугубо мужчины, надо понимать, да, семьи у тебя точно не будет. Дети-то у тебя будут брошены. То есть это очень серьезный выбор любого человека, и я тоже имею право на этот выбор сказать, что, слушайте, если я 25 лет отдала спорту, я имею право чему-то другому отдать, в чем я еще тоже компетентна, кстати, не так плоха, да, вот. И попробовать еще что-то другое, и мое образование мне это позволяет делать. Поэтому, на самом деле, вот я бы, даже если закончила спортивную карьеру, я бы в любом случае, если бы не пошла в политику, я бы не пошла тренером. Я была бы или педагогом в университете, я или работала бы на телевидении, что у меня тоже есть, но точно бы не стала тренером. Ну, журналистика – прекрасное направление, почему нет? Ну, да, я проходила на НТВ курсы журналистики, я писала, я делала интервью, то есть я работала для газеты, в общем, в принципе, сейчас работаю на радио, то есть еще к тому же. Нет, у меня к вам такой вопрос, немножко необычный. Вот в вашей биографии написано, что вы в свое время служили в федеральной службе исполнения наказаний, да? Управление конвоированием. Да, управление конвоированием, то есть начинали младшим лейтенантом, и последнее ваше звание было подполковник. Да. Вот вы остаетесь в этой должности, или это уже в отцовом? Я остаюсь в этой должности, потому что я не имею права с нее уйти, у меня там трудовая книжка. Вы знаете, да, что вот, например, у нас, вернее, вы-то знаете, но, наверное, не все радиослушатели об этом знают, потому что этот вопрос мне стали слишком часто задавать. То есть если в советское время этот вопрос никто не задавал, все прекрасно понимали, почему спортсмен подполковник, то сейчас для многих это откровение. Дело в том, что у спортсменов раньше практически не было трудовых книжек, кроме, если бы они не были закреплены на каком-то предприятии, или это было ЦСКА или Динамо. Как и в моем случае. То есть моя трудовая книжка, она лежала в сине, в исполнении наказания сначала, это был следственный изолятор. То есть я выступала за общество Динамо. Я понимаю. А вы там-то не работали? Ну, конечно, нет. То есть вы числились? В таком смысле, как, если это понимать, я ходила, нет, не охраняла я никого. Во-первых, моя должность была не охранять. Моя должность была профподготовка сотрудников. Поэтому с сотрудниками я работала. Да, я приходила, я делала им лекции, семинары, мы с ними разговаривали, общались, я там советовала им что-то. То есть, в принципе, и выступала еще за свое управление. То есть надо понимать, что мы еще участвовали в разных кроссах, плавании, стрельбе. То есть это тоже было. И вот это звание, оно осталось, потому что дело в том, что моя трудовая книжка того, когда я стала депутатом и сенатором, остается в моем управлении. Я приостанавливаю свои полномочия, как, скажем, служащий в СИНИ на время исполнения депутатских и сенаторских полномочий. Когда я закончу, я опять должна вернуться на службу. Но я уже пенсионер, поэтому на самом деле я сейчас в любой момент могу написать заявление и просто уйти на пенсию. Ну что ж, спасибо за ответ. Это программа «Ужин для чемпионов» на Финам.ФМ. Мы вернемся в студию после небольшой рекламной паузы. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам.ФМ. А моя гостья Светлана Журова, олимпийская чемпионка, сенатор и, как я вижу, очень интересный собеседник. Светлана, мы с вами говорили о том феномене, который был свойственен тем советским временам, когда спортсмены где-то числились. Я очень хорошо это знаю, потому что я сам из спортивной семьи, и мой папа был чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта, он был футболист. И он пол своей жизни проработал в ЦСКА. И так же, как и вы, он начинал там молодым лейтенантом, начинал даже старшим сержантом, когда он еще играл в футбол. И закончил, когда вот его дембилизовали, майором. И поэтому мне очень хорошо это все знакомо. И еще вот в этой связи я хотел с вами поговорить о соотношении семья и спорт. Почему я об этом говорю? Потому что я сам испытал это вот на себе, вот не как тренер, да, а вот как сын, как ребенок. Потому что мой папа, он работал в разных местах, он работал и в Симферополе, и работал и во Львове. И когда он работал в ЦСКА тренером, он очень редко бывал дома. Вот как сочетаются вот эти вещи? Я знаю, что вы мама, у вас двое детей маленьких. Вот как сочетать, как находить время для детей, когда у вас и спорт, и политика, и работа. Я знаю, что вы работаете на Эхо Москвы. И кроме этого вы являетесь... Много еще кем. И много чего. Вот у меня общественные деятельности здесь написано. Член попечительского совета фонда спорта и достоинства, заместитель председателя общественного государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Но это уже не замк. Вице-президент, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Член наблюдательного совета по развитию образования в городе Москве, в том числе и. Вот как вы умудряете все это сочетать? Ну, во-первых, конечно, я в этом отношении была немножко эгоистична. И пока я была в спорте, я не совершала тот шаг, что у меня должен быть ребенок. Поэтому первого ребенка я родила уже, когда мне был 31 год. И после этого я выиграла, кстати, Олимпиаду. Да, да, я хотел потом об этом вас спросить. Да, ну мы еще поговорим об этом. Просто что я все-таки понимала, что я должна была-то пораньше чуть-чуть выиграть Олимпиаду. Но уж так сложилось. И как раз я планировала-то ее выиграть в 30 лет. И на этом и закончить свою спортивную карьеру. А пришлось выигрывать в 34 и заканчивать на 4 года позже. В планах было немножко все-таки раньше это все сделать. И вот если говорить про политику и спорт сравнивать, то будучи в политике, все-таки я времени дома провожу больше. Все-таки есть там рабочий день нормированный. И может быть усталость-то она есть, но она другая. Потому что физическая усталость от тяжелых тренировок, она более серьезная. Тебе точно не до кого. Когда у тебя все тело ломит, там, после тренировок каких-то тяжелых. И тебе, правда, не уже детей, мужа и вообще не до семьи. Поэтому я понимаю, когда там тренеры закрывают спортсменов на базах. И не только потому, чтобы они там глупости всякими не занимались. А просто, что человек устал. И, конечно, ему не до семьи. Это там семейные разборки будут больше, чем если бы, как бы, эта помощь была бы, казалось. Потому что, правда, человек очень устает. То в политике это переключение. И я его рассматриваю именно так. И понимаю, что можно совмещать, можно планировать свой график. Можно все-таки, там, особенно если ты... Я же не чиновник, да, как таковой. Я же все-таки была депутатом или сейчас сенатором являюсь. И ты можешь от чего-то отказываться, да, в принципе. Ну, всех всего не охватишь. Это понятно. Что-то ты для тебя делаешь приоритетным, что-то ты должен делать по должности. Поэтому ты, в принципе, можешь планировать свой день и даже немножко оставлять время какое-то... И немножко заниматься спортом. Правда, это не очень много у меня получается. Ну, и стараться проводить время с детьми. А каким спортом вы занимаетесь? У меня... Я после спортивной карьеры выходила, как бы, из спорта через теннис. Потому что у меня все-таки муж теннисист. Да. Да, и его отец тренер по теннису, и мама играет. То есть у нас такая вот, скажем, семейная такая игра в теннис. И потом, вот буквально недавно я увлеклась гольфом. Я как год всего немножко играю. Это такой модный тренд сейчас. Ну, я почетный президент Федерации Гольфа, поэтому мне пришлось просто учиться. Потому что иначе это было бы странно выглядело, если бы я не играла в гольф. Я просто в свое время помогала Федерации. И вот они за то, что я помогала, решили, что меня стоит позвать, стать почетным президентом Федерации. И я сама вот увлеклась. И вот тут играла даже любительский турнир первый раз, потому что там можно только первый год играть в любительский турнир. После начала своих тренировок вот даже сыграла тут любительский турнир в паре. Ничего, ну, по крайней мере, не последний, в серединочке мы так сыграли с человеком. Вот. Ну, и как-то вот, наверное, иногда получается там плавать. А так вот, в принципе, вот два вида спорта сейчас. Иногда выхожу на коньки, но, опять же, это или какой-то мастер-класс, это или съемка, или с сыном покататься. Вот так же и на роликах. Так же и на роликах. Да, так же и на роликах. Ну, во-первых, я стараюсь, если с детьми, то это время провести за активным таким вот отдыхом. Но у вас в младшем вот три, да? Три с половиной, да. Младший сегодня у меня вот перед отходом сюда выдавал такие прыжки с кровати на кровать, что я, честно говоря, поразилась, потому что реально я не понимаю, как ребенок в три с половиной года может совершать такие дальние прыжки. То есть меня это удивляет. Я сказала, если бы я была тренером, если бы я была тренером, я бы такого ребенка схватила и уже никуда не отпустила, потому что он меня саму удивляет. У меня старший не такой. Это однозначно. Поэтому, и вот я стараюсь как-то вот активно, обязательно, ну, как бы очень для себя предпочитаю все-таки возвращаться домой до того, как они легли спать, чтобы почитать с ними книжку, хоть побыть мамой. Во-первых, на мне сейчас очень серьезная миссия. У нас сейчас нет репетитора по английскому, и поэтому мама занимается английским каждый день, если не в командировке, а так или по скайпу, или еще как-то вот приходится выходить на связь. И вот так вот уроки какие-то, ну, никуда не денешься. Все равно ты мама, вот, единственное, что да, я не готовлю. Вот, вот, слава богу, мне повезло. Все у вас есть помощники. У меня мама, моя сестра живут со мной, вот, и поэтому они вот эту вот миссию присмотра за детьми и, соответственно, вот такие домашние все дела я не делаю. То есть я освобождена, как такой вот работающий, работающая мама. Ну, это важно. Если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, если вас интересует, как это сделать, или у вас были в жизни подобные случаи, задавайте вопросы нашей гостье. Мы в прямом эфире. Наш эфирный телефон 65 10 99 6, код города 495. Это можно сделать также через сайт www.finam.fm прямо сейчас. Светлана, у нас как раз есть вопрос с сайта. Татьяна спрашивает, вы очень активны в соцсетях, и на это находится время, или вы занимаетесь этим на заседании софт-феда? Ну, во-первых, у нас сейчас собираются ввести кодекс сенатора, где не будет, видимо, разрешено даже пользоваться сетями во время заседания. Кстати, на самом деле, я считаю, что не очень правильно, потому что если я что-то и вещаю именно с заседания в соцсети, это касается заседания. То есть то, что мы принимаем, то, что мы обсуждаем, какие-то интересные выступления, которые я цитирую кого-то, из правительства ли это, правительственный час, например, кто-то к нам приходит, или это выступления каких-то сенаторов интересные. То есть это абсолютно в рамках работы, да, или совещания какие-то действительно интересные, опять же, высказывания кого-то на какую-то тему, чтобы люди были информированы, что происходит вообще, да. А остальное все время это машина, это пробки, у меня есть водитель в Совете Федерации, поэтому я могу себе это позволить. Это какое-то сидение, ожидание в аэропорту, поезд, транспорт, и вот, потому что вечером, конечно, хочется побыть с детьми, поэтому, конечно, перед сном что-то ты себе позволяешь. Вместо, бывает даже книжки, кстати, в чем я очень сильно бывает, раскаиваюсь, сожалею, но я стараюсь. Но я тоже, опять же, стараюсь цитировать какие-то стихи, которые в этот момент читаешь, и вот выходишь в сеть, и там делишься впечатлениями. Я вот тут цитировала Остера, меня не поняли. Видимо, подумали, то ли они мои, назвав их тупыми, да, я подумала, ну или то ли Остера не знает народ. Это, которые вредные советы. Да, я вредные советы опубликовала, причем такие именно смешные, очень смешные стишки, которые мне понравились, и я вдруг вспомнила, и думаю, дай-ка вот я сейчас людей повеселю на ночь глядя. Поэтому вот какие-то фотографии, то есть да, я активно отвечаю, но вы знаете, попадаешь и в ловушку. Вот я сегодня шла расстроенная о том, что попадаешь на людей, которые начинают тебя порябощать, и вот я сегодня, не было у меня времени и возможности выйти в сети, пока занималась ребенком английским, там, приехала только с Пскова, хотя бы там передохнуть, поесть. И мне вот прям чувствую, приходит прям каждую секунду смска, вернее вот этот сигнал, что пришло сообщение от человека, который там говорит, вот вы мне не хотите помочь, вот вы мне не хотите помочь. Да я просто вот времени ему даже ответить не могу, могу я ему помочь или не могу. Он начинает всем жаловаться в этот момент, ну то есть вот то, что я ему не отвечаю, у него начинается агрессия вот такая. И вот это вот, ты только где-то кому-то сказал, что я постараюсь помочь, это не факт, что ты можешь, я же не Бог, Господь, да, чтобы реально каждому помочь. Это невозможно, это понятно, где-то ты можешь помочь, где-то у тебя получается, где-то у тебя хватает знакомств, связей, влияния, где-то наехать, где-то попросить, ну разные, а где-то ты реально ничего не можешь сделать. Ну вот никак, ну то есть только что отдать все деньги, которые у тебя есть, продать квартиру и помочь этому человеку, тогда, наверное, этот вопрос может быть. Вот вы знаете, вот я бизнес-тренер, и вот в бизнес-тренинге есть очень интересная трактовка слова помочь. Трактовка-то звучит так, помочь, это значит сделать что-то за кого-то. Но если вдуматься, на самом деле это так. Да. Вопрос вот в чем, если человек, ну считает себя успешным, может быть все-таки задуматься о том, что в жизни, ну надо как-то самому что-то решать, какие-то вопросы, как вы считаете? Думаю, да, кстати, вот этот случай, который я рассказываю, у меня просто было желание, вот если бы я умела рубить колодцы, я клянусь, я бы поехала в деревню к этому мужику, потому что материал-то я ему говорю, да, вот тебе мужик материал, бесплатно, я нашла спонсора, который тебе его даст, сам срубить сможешь? Он говорит, нет, дайте еще 50 тысяч рублей. Мне очень хочется поехать и научиться рубить колодцы, потому что может быть тогда, ну хотя сомневаюсь, что ему станет стыдно, да, и мне казалось, что как-то в деревне люди сами всегда это делали, да, то есть вот даже в советские времена, то есть выделял, ну выделял колхоз материал, человек делал, и вот это невероятно, то есть вот, знаете, вот чувство вот этого помочь, оно такое всегда очень разное. Ну это значит сделать что-то, чтобы помочь, вы можете в чем-то поддержать, ну объяснить, показать, рассказать. Потом есть же какие-то, знаете, вот механизмы, вот очень часто у меня, например, обращаясь ко мне за помощью в каких-то случаях, знаете, вот таких, потому что очень много мошенничества сейчас на болезнях детей, и я с этим сталкиваюсь, потому что люди просят о помощи, когда ты начинаешь говорить, хорошо, давайте, вот квота, вот такой механизм прохождения, нет, 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 вы нам деньги дайте. Я говорю, подождите, можно сделать все нормальным путем, через государство, вот надо собрать буквально минимальное количество справок, я вам готова обеспечить, нет, вы нам денег дайте. И тут я перестаю разговаривать, да, то есть я помогаю только тогда, когда вот могу обеспечить каким-то вот таким образом. Ну, к сожалению, это понятно, да, это понятно. Свет, скажите, пожалуйста, а вот вы сами как считаете, вы успешный человек? Ну, я думаю, что не надо гневить Бога, да, и сказать, что если я сказала, что неиспешный, это просто было бы, меня бы сейчас Господь Бог сказал, ну, ты вообще, девушка, ну, неприлично же так себя вести, да, и такие вещи говорить. Конечно, я успешный, у меня не все получалось всегда, да, надо говорить, и на каждом этапе жизни у тебя есть и какие-то, ну, скажем, черные полосы. Но в целом, я считаю, что да, у меня многое получилось, а получилось главное, вы же начали с чего? Исполнение самой заветной мечты. Да, исполнение самой заветной мечты и приверженности. Да, была, я, правда, ее предавала, был у меня такой период, и в 18 лет я предала свою мечту, я поступала в медицинский институт, не педагогический, кстати, а в медицинский. И я думаю, что тогда я дважды предала свою мечту стать учителем и стать олимпийской чемпионкой. И мне, бог сказал, нет, милая девушка, как-то ты другое мне вообще просила, поэтому давай-ка обратно на эту стезю и вот дальше своей наторенной дорожкой и иди. Я не поступила тогда в медицинский, хотя считаю, что знания, которые я получала при подготовке туда и вот как бы на опор, это было дополнительное знание, которое мне сейчас по жизни помогает, потому что я очень неплохой могла бы быть, наверное, врач, но и обладая определенными навыками и исцеления, ну не там шаманство, да, то есть, а такого нормального классического сознания каких-то трав, каких-то лекарств, каких-то там методов, способов и так далее, разумных, да. Вы знаете, мне вообще кажется, что спортсмены, они в натуре Второй Америке, так по натуре, в глубине души. Я, например, знаю, что мой папа в свое время, он очень много мог чего, но если не лечить, то порекомендовать, по крайней мере, когда речь шла о травмах, о прочих других вещах. Мы и укол сделать можем, и все, что угодно, это правда. Свет, а вот без ложной скромности, расскажите, пожалуйста, о том, что вы больше всего цените в себе как человеке? В себе, да, про себя всегда, наверное, сложно говорить. Я думаю, что, наверное, как-то вот не зазвездилась я. И вот, знаете, у меня с детства было это каким-то, может быть, комплексом, который позволил, кстати, добиваться большего. Потому что я сама себе сказала, что самое страшное, что со мной может случиться, это когда у меня звезды будут и ним над головой мешать ходить. То есть задевать буду в твой дверной проход проходить. Не смогу, вот тогда вот, значит, катастрофа. Или корона будет мешать, да. То есть поэтому на самом деле вот это было таким вот сумасшествием, и я говорила, что никогда там я даже, может быть, гипертрофировала периодически. Это когда надо было, может быть, и зазнаться бы или вообще не обращать внимания. Я обязательно стала со всеми здороваться. Я там приезжаю на соревнования, кто-то замыкается, а я думаю, ну если я не поздороваюсь, значит, все думать будут, что я зазналась. Я обязательно со всеми поздороваюсь, со всеми поговорю. Мне считали это болтливостью, но у меня был вот правда вот такой, что я не должна это делать. И это как-то так осталось, и очень многие удивляются, что вроде уже и олимпийской чемпионкой стала, и зампредом Государственной Думы была, и в политике. А вот как была в 18 лет, в принципе, не изменилось. Кто меня знает, вот многие годы лишь школьные скамьи. И я, мне как-то не то, что я это ценю, я понимаю, что вот я старалась, я над этим очень серьезно работала, если честно. Потому что мне это стоило определенных усилий когда-то, а потом это стало легко. Просто это вот стало просто. И я вообще считаю, что человек не должен терять себя, потому что очень легко это сделать, и в политике в том числе. Но ты потом потеряешь и вот эту естественность свою, натуральность и искренность, и потом ты никогда не вернешься к этому. Но много же таких людей, знаете, которые изображают из себя таких вот крутых... Наверное, вы знаете, мне все равно, на какой машине бы меня встретили как зампреда. Если бы даже приехал Запорожец, мне бы было абсолютно все равно. Я, кстати, в свое время в Кремль на москвиче же езжал. Вот я клянусь, я приезжала, и если вдруг что-то там, какая-то накладка, у меня не было истерики, на счет внутренней даже. То есть я знаю там коллег, которые там все, у них там пар из ушей уже. А мне было вот абсолютно наплевать. И в душе у меня не переворачивалось, что кто-то меня как-то там неправильно встретил. Поэтому вот я считала, что если я буду переживать, ну зачем все эти лишние проблемы, ну зачем они нужны. Вот как-то у меня совершенно... Есть мигалка, была отлично, нету, тоже отлично. И мне вот не заметила вообще абсолютно этого. То есть ну как зампреда она мне была положена в государственном доме. Ее сейчас нет, и я не напрягаюсь, и абсолютно и тогда бы могла от нее, кстати, отказаться. Просто как-то не принято было. Ну понятно. А вот спорт и политика, что эти два важных занятия в жизни соединяет, и что их, ну не то что разделяет, а в чем они различаются между собой? В спорте понятна определенная цель, как бы вот в политике очень сложно поставить цель. Да, ты можешь сказать, там, работать на благо людей, она расплывчата, да. То есть все цели, они такие более расплывчатые. Там, какого-то показателя достигнуть или результата или цифры ты не можешь. Ты в принципе понимаешь, что там, ты должен там быть более умным, разбираться в этом, разбираться в том. Да, это какие-то такие более понятные цели. А масштабно, ну что ты, вот что сейчас сказать, президентом страны стать или что? Вот какую цель я должна себе поставить? Кстати, вы не хотите, когда быть президентом страны? Ну как же я не думала об этом. Ну, по крайней мере, знаете, ну можно на какую-то себе амбициозную такую... Ну, все равно ты идешь к каким-то в политике определенными этапами, выполняя какую-то миссию, определенные функции. В спорте у тебя все понятно. Да, вот у тебя есть цель, результат, вот в этот год ты запланировал такой-то результат, такое-то место, на следующий год вот такое-то, и ты как бы все тебе понятно. В чем есть похожесть? Интриги, сплетни, определенные грязные технологии, и там, и там они есть. И поэтому, вот, наверное, спортсмены в этом смысле люди подготовленные, то есть мы уже на какие-то вещи, может быть, не так обращаем внимание, как люди неискушенные, пришедшие из какой-то отрасли, где, например, этого нет так сильно. Спортсмены бойцы в любом случае. И, соответственно, дальше это жесткий график, жесткий график переездов, жесткий график смены климатических условий, часовых поясов, серьезная нагрузка, особенно если это выборный период, то у тебя в день, у меня было там и по 11 встреч, да? И вот выдержать такой график человеку, неподготовленному физически, психологически, ну, наверное, не очень просто. Поэтому вот какие-то такие моменты, которые спорт очень сильно помогает, и ты держишься. Вот у меня моя помощница мне усиленно говорила, неужели вы поедете в Обсков завтра? Я говорю, поеду. Вот поеду, потому что там не такая простая дорога. И она говорит, ну, все, я, говорит, понимаю. Как всегда, вы отказаться ни от чего не можете. Это программа «Ужин для чемпионов» на Финам.ФМ. Мы вернемся в студию после небольшой рекламной паузы. Мы продолжаем нашу программу. Я Андрей Бубукин, ведущий программу «Ужин для чемпионов» на радио Финам.ФМ. Мой гость – олимпийская чемпионка, сенатор Светлана Журова. Светлана, такой, может быть, необычный вопрос. Вот представьте, что в честь вашего столетия для вас в качестве сюрприза организовали вечеринку. Вы так тихо входите в дом через заднюю дверь и слышите, как наиболее значимые для вас люди разговаривают между собой. Разговаривают о вас. И при этом даже не догадываются, что вы их слышите. Что бы вы хотели услышать о себе, от своих друзей, родственников, коллег? Ну, все-таки я надеюсь, что это будут хорошие слова, мне кажется. И в большинстве… Хорошие – это понятно. Какие хорошие? Что именно вам хотелось бы услышать? Какие хорошие? На столетии. Наверное, хотелось бы женщину услышать, что она еще хороша собой. Ну, в сто лет. Как она выглядит, да? То есть, какая она молодец. Наверное, это было бы, я думаю, что для любой женщины приятно услышать. Думаю, что даже вот такой, да, вопрос, повергающий в замешательство. Надо дожить до 100 лет. Правда, моя бабушка Олимпиада Михайловна дожила до 100 лет. И, может быть, и мне удастся, кто знает. Вот думаю… Ну, как итог, понимаете, это вот как итог жизни определенной, определенной стадии. Я не хочу ни в коем случае ограничивать вашу жизнь столетием, да. Дай бог, чтобы вы жили столько, сколько отпущено, да, сколько отведено. Но это вот как такой определенный итог в жизни, да. Вот вы слышите о себе и говорите, что да, вот этот промежуток жизни я прожила не зря, потому что люди говорят обо мне то-то, то-то, то-то. Вот что с вашей точки зрения они должны сказать о вас? Чтобы вы так сказали, что не зря, что это классно было. Вы знаете, наверное, все-таки, чтобы они хорошие сказали слова о моих детях и, наверное, о внуках. Потому что к 100-летию у меня, наверное, уже должны были быть как бы потенциально внуки. Потому что себя реализовать – это как бы все, вот как бы ты, да. И все зависело от тебя, и ты это уже выполнил. А вот миссия матери, бабушки и воспитателя – одно дело чужих воспитывать, а другое дело своих. И, наверное, мне бы хотелось, чтобы сказали хорошо о моих детях и внуках. И это было бы для меня очень большой гордостью. Ну что же, а какие качества вы цените в других людях, ну, в друзьях, допустим, или там, ну, вообще, в коллегах, с кем вы встречаетесь? И почему именно эти качества для вас максимально важны? Для меня максимально важна честность. Причем самое удивительное, что даже если что-то, что человек говорит, это является, может быть, даже какой-то болезненной информацией для меня, ну, может же, да, быть такое, что это мне может быть, это правда, пусть она будет самая, как бы, неприятная, да, даже, может быть, и критика в мою сторону, или, например, какая-то правда, которая меня обидит, возможно, да, такое тоже может быть. Вот я предпочитаю, чтобы мне сказали правду. И, честно говоря, я в этом смысле оказалась для себя очень принципиальным человеком. То есть, знаете, вот я в малых вещах, когда я очень принципиально. Вот в плане, когда мне мои друзья врут, это может кончиться навсегда, такая дружба. Вот у меня были случаи, и вот я не терплю, конечно, предательства, не терплю даже вранья, скажем, в таком форме спасения, да, то есть вот для меня это неприемлемо, и я очень благодарна тем моим даже подругам, которые, может, мне говорили какую-то правду, правда, которая мне не очень нравилась, но я потом всегда понимала, что это очень хорошо, и что они сказали, потому что потом они оказывались правы, да, то есть это в тот момент мне казалось, что это что-то такое неприемлемое, а они говорили абсолютную правду. И вот я благодарна, потому что это я ценю очень сильно. И, наверное, все-таки вот даже, наверное, тут самое главное, остальное все, может быть, такого значения, как бы, честно говоря, наверное, не имеет. И ценю в людях, правда, когда они там трудяги, потому что это тоже важно, и искренние, вот умеют дружить, да, какие-то такие обычные человеческие, наверное, вещи. Ну, да. Вот Павел задает вопрос через сайт. Где вам больше нравится работать, в Думе или в Софеде? Какая разница? Разница существенная. Я как говорю, что в Думе это политическо-общественная деятельность, а в Софеде есть время на общественно-политическую деятельность. Я бы сказала, общественно ставят на первое, а политическое на второе. Потому что в Думе ты в политической повестке, очень жесткой, очень жестких рамках. В Совете Федерации ты все-таки больше предоставлен себе, и ты сам формируешь себе эту повестку, и придумываешь, и, наверное, где-то подруливаешь. А в Думе это происходит само по себе. То есть ты встроен в некую какую-то такую очень серьезную волну, которая тебя несет, и ты только там откидываешь ненужное, то в Совете Федерации ты, наоборот, накидываешь себе все, чтобы у тебя была какая-то значимость очень серьезная и так далее. Ты можешь расслабиться, конечно говоря, ничего не делать, да, плыть по течению, и тебе никто ни слова не скажет, по большому счету. Ну, может, регион отзовет тебя, правда, но а так, в принципе... А, кстати, ты еще при этом для региона много чего делаешь. В принципе, все остальное значение не будет иметь. Потому что, в принципе, там, делать для Совета Федерации, это там, ну, такой вопрос... Ну, спустя, вы же законы принимаете тоже. Ну, все-таки первое это чтение-то и все остальные чтения в Думе. Принимаем-то мы законы, но не в таком количестве мы являемся инициаторами этих законов, как в Думе. Поэтому в Думе ты все время в процессе законотворческой деятельности, политической повестки, комментариев... А мы комментируем уже после того, как его приняли в нескольких чтениях в основном, да? Когда принимаем сами. И если ты очень активный и хочешь, как бы, ты тогда должен влезть в эту тему, прийти в Думу и сказать, так, меня не забудьте, я хоть и сенатор, но имейте в виду, я вам покоя не дам. То есть, ну, ты должен эту инициативу проявить сам. И потом ты должен иметь эти контакты, да? Потому что, например, человек с региона, который в жизни никого не знал в Думе. Это мне проще, я коллег своих, слава богу, знаю. А вот такой человек приехал и не знает никого. Его назван бизнесменом был. Он в понимании не знает, кто там в Думе работает и кто там находится. И прийти в комитет и сказать, знаете, я вот тоже хочу быть автором законопроекта, вот возьмите меня, да? Там сказали, а ты кто такой вообще? То есть, ну, тут вот момент такой. И в Думе, да, больше работы, больше политики, больше публичных выступлений, больше всяких круглых столов, парламентских слушаний. В Думе чуть меньше, в Совете Федерации. Но Валентина Ивановна сейчас много делает шагов для того, чтобы очень серьезно изменить статус сенатора. Загрузить. Загрузить, да. Да, меня уже так вот хорошо загружать начали, поэтому я думаю, что через некоторое время меня сравняется. Дорогие радиослушатели, если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, если вас интересует, как это сделать, задавайте вопросы нашему гостю. Может быть, какие-то комментарии будут с вашей стороны. Мы в прямом эфире. Наш эфирный телефон 65 10 99 6, ход города 495. Это можно также сделать на сайте по адресу 3w.finam.fm прямо сейчас. Светлана, вспомните, пожалуйста, трех человек, которых вы глубоко уважаете и назовите по одному качеству каждого из них, которым вы восхищаетесь. Вы знаете, всегда мне сразу человек, который, я считаю, как такая, наверное, как крестная мама, она хотя не моя крестная мама, но в спорте, по большому счету, она всегда оказывалась в ключевые моменты, очень сложные в моей жизни рядом. Так вот случайно получалось. Это Лидия Павловна Скобликова, шестикратная олимпийская чемпионка, невероятный человек. Она непростой человек, это надо понимать. Но она, вот если она уж кого-то полюбила или кому-то хочет помочь, ну она расшибет стены, она пройдет через них и добьется своего. И вот был период в моей жизни, два периода, это когда мне было 18 лет, и меня там всячески пытались отцепить, когда я уже не была, я вот бросалась в спорт, да? И в этот момент я ушла из сборной Советского Союза, надо понимать, да? И я пришла в сборную профсоюза. И как бы это же была вторая сборная такая, и там зажимали немножко так, вот. И меня пытались подзажать и не пустить на чемпионат мира, хотя я туда отобралась. И вот тут, вернее, даже пустить-то пустили, меня не могли отцепить, но на сборы меня не брали перед подготовкой. А я приехала, и мне даже жить в Москве негде. И Лидия Павловна пустила к себе домой, я жила у нее дома, пожив там несколько дней, она сказала, так, это безобразие. Как может быть человек, который через три недели, там две, поедет на чемпионат мира за страну выступать, живет у меня дома? Почему ты живешь не в гостях? И, в общем, она разнесла к чертовой матери этот спорткомитет, она позвонила, устроила там такой вот им разнос. И помню, там сразу все забегали, тут же мне там дали экипировку, тут же дали, значит, номер в комнату и там так далее. И второй момент, когда я возвращалась из спорта, и понятно, что мне не за что было платить деньги, потому что я пропустила, не как все спортсмены, чуть-чуть, да, а я пропустила почти два года. То есть я кормила ребенка, я им занималась, ему был, когда ему исполнилось, 10 месяцев, только после этого я вернула спорт. И, соответственно, за этот период я потеряла все рейтинги, и с меня сняли все ставки. И вот именно Леди Павловна добилась того, чтобы опять мне все это вернули, и вот я могла как бы опять вернуться в спорт, потому что она верила, что я все-таки должна стать олимпийской чемпионкой. И вот эта ее вера и ее настойчивость и какая-то поддержка, она, правда, все время шла по жизни со мной, мне она очень импонировала. Я ей безумно благодарна за это, и она знает, что вот это для меня очень-очень важно было. Невероятный человек, шестикратная олимпийская чемпионка, я думаю, что можно столько качеств сказать, одно назвать сложно, потому что это, правда, человек, ну, меняющий мир вокруг себя. И она, когда была очень активна и работала, и уже после спортивной карьеры, она тоже очень много сделала. Кстати, она тоже занимала руководящие должности, тогда в это время в советское, и она была очень активная. Да, еще два человека. И, как я понимаю, основное качество – это активность, ну, может быть, приверженность, да, и вот такое внутреннее чувство справедливости. Вы знаете, у меня еще был тренер воинов, Валентин Владимирович, он умер, правда, к сожалению, прямо на моих руках, и вот он был необыкновенно творческий человек, и вот он мне, когда мне уже был в тот момент около, там, 20, наверное, 7 лет, 26-27 где-то мне было, и мы с ним познакомились, он в Петербурге жил, и он мне открыл другой мир спорта, вот с творчеством каким-то совершенно невероятным, когда можно из обычной деревяшки сделать настоящий станок для тренировки. То есть не чисто технический подход, а такой… Творческий. Любая резинка, вот такая вот эластичная, становилась тренажером в любом месте, в любом парке. У меня был дома альтернативный любому спортзалу из подручных средств спортзал. То есть это было невероятно, можно было боготорей приделать резиночку, делать упражнения, и это было вот качество человека, уметь вот увидеть во всем элемент творчества, и не только, вот, то есть это было невероятно. То есть креативность. Креативность просто великолепная. И вот все ученики, которые у него были, очень многие становились хорошими тренерами, потому что эта креативность передавалась каким-то образом как по наследству, вот он не был такой, знаете, в себе. Вот есть тренеры, которые со своими знаниями умрет, вот знаете, вот тут все, никому не поделюсь и никогда никому не отдам ничего. То этот человек умел настолько все это отдавать, он совершенно нежадный был на эти знания, и пусть еще миллион людей подготовятся по его теории, даже если обыграют его учеников. То есть это была вот такая бескорыстность невероятная. И, наверное, все-таки я бы привела еще и тренер мой Филиппов Лан Сергеевич, ну, а это человек, который умел найти всегда тонко, в любой момент, точку, когда можно было поругать, похвалить, и поплакаться можно было, и по голове получить дубиной, да. То есть вот это тоже уникальное качество тренера, особенно при работе с женщинами. Поэтому я считаю, что, да, человек, который тоже вот в моей жизни, ну, правда, мы с ним проработали 17 лет, как я говорю, практически серебряную свадьбу справляли, как люди. И я рада, что вот еще у нас было невероятно дружеские отношения, потому что я дружила с его семьей, дочерьми, и это была такая семья, и он как папа мне был. То есть вот тренер, папа, это уникальный случай, и я благодарна тоже, потому что это невероятное качество вот человека. Света, у нас с вами осталось 5 минут, и я предлагаю сыграть такую небольшую интеллектуальную игру. Игра, вы, наверное, знаете ее, она называется «Необитаемый остров». Я-то не знаю. Вот представим такую ситуацию, что вы оказались на необитаемом острове. Вроде бы, с одной стороны, игра, а с другой стороны, в зависимости от того, как вы будете отвечать на те несколько вопросов, которые я вам задам, люди могут судить о вас как о человеке. И первый вопрос. Какие три книги вы взяли бы с собой на необитаемом острове, и почему? Три книги? Наверное, вот так вот, если так не думая, да, наверное, я бы взяла с собой все-таки Есенина, потому что это была бы связь с Россией, такая вот, ну, наверное, самая вот такая близкая вот по впечатлениям, окраске и по подаче и эмоциям. Я бы, наверное, взяла с собой мастер Маргариту, потому что там очень много духовности, и, может быть, это... Я не хочу сказать, что это была бы замена Библии, да, но вот это, наверное, интерпретация, которая сродни вот этой истории с духовностью, с юмором и вот с такой вот подачей. И что еще? Наверное, опять же, скорее всего, наверное, Ахматову. Стихи? Да. А какие это были бы три музыкальных произведения, которые вы бы с удовольствием слушали постоянно? Три музыкальных произведения? Да, это, наверное, намного сложнее, чем даже... Ну, это могут быть песни, это не обязательно что-то из классики, ну, то, что вы напеваете, то, что вам нравится, то, что вас вдохновляет, то, что вы с удовольствием слушаете. Вот удивительно, да, у меня есть одна группа, она одна, вот, я называла бы ее, она иностранная группа, это Foreigner, это классический рок такой, очень, не очень, кстати, известная, может быть, для большого формата все, Black Zeppelin, Deep Purple, да, а тут вроде такая вот группа этого класса, но не такая известная. Мне она просто очень нравится, я бы, наверное, взяла бы этот диск, я бы, наверное, взяла Queen, вот думаю, кого бы я взяла из наших, и взяла Ли, наверное, взяла бы Чайковского. А какие три предмета вы взяли бы с собой? Предметы вообще? Я бы взяла, наверное, ну, добывать огонь, то есть что-то такое кремниевое, то, что этот огонь даст мне возможность добыть, я человек практичный, и понимаю, что мне надо было бы кушать и готовить, поэтому нужно было что-то такое, потому что зажигалка не подойдет, она выдохнется скоро, спички тоже, поэтому, наверное, какая-то вот кремниевая история, когда можно выбивать огонь. Крысала! Да, вот что-то такое, что бы мне дала возможность. Что еще? Все остальное там можно, в принципе, сделать, ножик можно сделать. А коньки? А? А коньки? Коньки нет, конечно, коньки я бы не взяла, потому что я не думаю, что на необитаемом острове, в принципе, носит только в Арктике где-то. Ну, на стенку повесишь, как... Как память дорогая. Да, я думаю, что в моей памяти они найдут место и виртуально. Не надо их... Ну, можно их использовать как ножи еще, конечно, но в этом смысле мне бы, может быть, ностальгировало бы, и было бы на друга тяжелее. Ну, хорошо, давайте с вами поговорим о трех фильмах, которые бы с удовольствием пересматривали на небе, «Обитаемом острове». Фильм, да, тоже такая тема непростая. Мне очень нравятся «Покровские ворота». Такой фильм, который, да, на все времена и народы. Это... Вы знаете, наверное, я бы взяла фильмы Шварца. Причем я бы... Там и «Убить дракона» это и... Ну, в «Янковске» понятно, но вообще вот фильмы и «Обыкновенное чудо», и «Тень». То есть вот, наверное, фильмы Шварца, они, конечно, производят такое впечатление, которое можно смотреть тоже, потому что глубокий юмор и очень так вот надолго, да. А без кого вам было бы трудно обойтись на острове? Выбирайте трех любых человек. И расскажите, почему вы выбрали именно этих людей? Да, с людьми. Вы знаете, вот я думаю, что... А правильно ли было кого-то брать на необитаемый остров с собой? Вот детей бы я, наверное, не взяла, потому что я считаю, что... Раз уж я попала на необитаемый остров, то мучить детей на необитаемом острове еще туда по велению там каком-нибудь золотой рыбке отправлять неправильно было. Пусть они живут своей жизнью, и нечего их туда затаскивать. Наверное, близкого любимого человека там... В тот момент, да, ну сейчас я... Понятно, что если я сейчас бы попала, то я бы сказала супруга, да. Если это будет там... Кто знает, было бы там 50 лет до этого, то я бы сказала, может, кого-то другого. Да и, наверное, все, потому что я думаю, что мы бы вдвоем разобрались, что делать. Да, договорились. Ну что же, наша программа подходит к концу, и мне остается только поблагодарить Светлану за то, что она поделилась своими мыслями и своим жизненным и профессиональным опытом. Спасибо, Светлана. Спасибо. Это была программа «Ужин для чемпионов» на радио Финам-ФМ, и я ее ведущий Андрей Бубукин. Следите за анонсами нашей программы на сайте www.finam.fm. Ужин для чемпионов.